Меня зовут Антонина, приветствую вас на канале Дачный Сезон Круглый Год. В прошлом году я уже выкладывала видео о моей ремонтантной ежевике Black Magic. Хочу рассказать, как ухаживать за этой ремонтантной ежевикой после зимы. Сразу скажу, что это американский сорт, один из лучших. И прошу некоторых оппонентов сразу не писать мне в комментариях, что вы все молитесь на американское. Вы знаете, я вообще-то пацифист, и я за мир во всем мире. И делить это американское, это русское, это украинское, это еще что-то, это противоестественно. Мы все люди, мы все живем на одной планете, и мы все должны как братья делиться лучшим, что у кого есть. И если мы взяли этот сорт, выведенный в Америке, и ничего в этом страшного нет. Ведь это же лучший сорт, почему нам им не пользоваться? Вот не пишите мне такие комментарии, я их просто удаляю. Но вернемся к ежевике. Более детальную характеристику я уже давала в ранее упомянутом видео. Даю ссылочку вверху, кому интересно, посмотрите. Сейчас о весенней обрезке. Вот так выглядят кусты после зимы. Фактически ежевика Black Magic уходит в зиму с зелеными листьями. Поэтому она вся весной, весь куст покрыт вот такими засохшими бурыми листьями. Не пугайтесь, это не значит, что эта ежевика пропала. Обратите внимание, у нее уже начинают просыпаться почки, и начинают появляться новые-новые росточки. Чем старше куст, тем, конечно, объемнее будут такие, как бы, страшилки. Но этого бояться не надо. Ввиду того, что уже пару зим у нас были очень теплые, я немножко изменила формировку этой ремонтантной ежевики. Все-таки для более холодных климатических условий эта ежевика выведена специально для осеннего плодоношения, чтобы на зиму скашивать всю надземную часть. Зимует в почве только корень, а весной отрастают новые однолетние побеги, и где-то с начала августа или там со средины августа эти побеги начинают давать урожай крупных, сладких, красивых, ну, на пятерку даже оценивается вкус этой ежевики плодов. Но, ввиду того, что зима уже, две зимы были очень теплые, в этом году у нас вообще температура не опускалась, минус 16, и то это было пару раз, я уже второй год веду эту ежевику, как бы, в двухфазовой культуре. То есть, я собираю плоды и на побегах прошлого года, и потом отрастают однолетние побеги, и где-то с конца августа, и буквально до самых морозов, до самых заморозков у меня плодоносит эта ежевика на побегах уже текущего года, то есть выросших в этом году. Поэтому и подход к обрезке немножко другой. Какой? Сначала убираем двухлетние полностью уже от плодоносившей ветви. На них ничего не будет. Их видно по цвету. Они такие суховато, желтовато, рыжеватого, какого-то такого, но засушенного старого вида. Эти побеги мы однозначно все вырезаем. А молодые побеги, однолетние, которые вот одной палочкой выросли в прошлом году, эти побеги мы обрезаем где-то на высоте 1 метр. Я удаляю все листья. Конечно, рекомендуют их оставлять, меньше заморачиваться, но люблю, чтобы было красиво. Поэтому все листья засохшие я, конечно же, удаляю. И получаются вот такие вот однолетние веточки побеги. Хочу сказать, что эти побеги в прошлом году уже давали урожай. Вот именно вот этот осенний. Но так как они за зиму не вымерзли, эти побеги, то они начнут нам плодоносить где-то в начале июня. За счет этого мы получим как бы двойной урожай. Это так характерно для сортов малины 2-таймер. Я вот немножко позже выложу еще свое видео об формировке и обрезке именно ремонтантных сортов малины 2-таймеров, потому что есть некоторые блогеры, путают ремонтантные, считают, что это ее можно вести в два цикла. И летний урожай собирать, и зимний. Но это неправильно, не все сорта для этого подходят. А есть специальные сорта 2-таймеры. Об этом я расскажу в одном из следующих видео. А сейчас о ежевике Black Magic. Посмотрите внимательно. Вот это уже прошлогодние одноствольные побеги, которые плодоносили. Я их обрезала на высоте 1 метр, подвязала колышку и удалила все листья. На зиму, конечно, я эти кусты тщательно укрывала опилками. Чем выше посыпите опилки, тем длиннее побег у вас целым останется. И некоторые сорта, некоторые кусты даже пробовала, подкладывала, ну как бы ненужную ветошь такую. Обматывала ветощи. Сначала опилками, потом ветощи, потом сверху опять опилками. Можно еще поверх этих опилок и обложить со всех сторон какими-то пластмассовыми ящиками, чтобы вороны и сороки, которые вредничают на наших огородах, не разгребли вот эти насыпанные кучки вокруг этих кустов. Вот такой вот подход в обрезке ремонтантной ежевики Black Magic. Я живу в Киевской области, Украина. Это север Украины. В принципе, этот сорт ежевики подходит для нас как бы только сорт для осеннего сбора. А весь прошлогодний прирост надо вырезать. Это как бы так первоначально была идея такая заложена. Но, опять же повторюсь, зима теплая, почему бы не проэкспериментировать. И вот у меня уже третий год этот эксперимент очень даже удается. Ежевики очень много. Я с одного куста сделала три куста. И вот для моей большой достаточно семьи этого достаточно. У меня до сих пор уже вот начало фактически апреля начинается. У меня до сих пор в морозилке есть замороженная ежевика. Наварены из нее разные варенья. И мы фактически круглогодично едим эту ежевику. Всем советую. Сорт очень ценный. На широте Киева и южнее я вам рекомендую однозначно посадить этот сорт. Она доколючая. Но все ее достоинства сразу же нивелирует вот этот ее недостаток. Устойчивая к заболеваниям. Не поражается пока, по крайней мере, не поражается никакими вредителями. Крупная, вкусная, сладкая. Но действительно один из самых-самых ценных и достойных сортов. Ну еще так, резюмируем на самый последок. Вырезаем двухлетние побеги все. Двухлетние это не те, которые в прошлом году наросли. А это те, которые в прошлом году уже зимовали и отплодоносили. Вырезаем двухлетние побеги. И срезаем однолетние побеги на высоте в один метр. Вот этого метра будет достаточно, чтобы пошли боковые побеги. И на них созрел первый летний урожай. Весь остальной урожай будет на побегах текущего года. На этом пока все. Пишите комментарии. Всем урожайных грядок. Пока-пока.